Продолжение следует... РТЛ касается не только Delphi, но и вообще всей РАД-студии. Она общая, РТЛ почти для всех компонент для того, чтобы выполняться. Это рантайм-лайбер, если кто думает, как расшифровать. Здесь были изменения именно такие подкапотные. Внутри сделано так, чтобы работало чуть быстрее и было более эффективно по работе с памятью. Из важных таких структурных изменений, это стратегия роста структур данных изменена с точки зрения меньших затрат памяти. Она может быть немножко изменена в будущем, но в общем направление такое, что мы меньше памяти пытаемся структурами занять. Значит, дальше. Есть определенные компоненты, которые связаны с работой с строками и различными вариантами строк. В частности, StringBuilder. Есть такие компоненты WriterBuilder, WriterReader и Builder, которые строят быстро компоненты, извините, экземпляры объектов типа String, JSON и тому подобные производные. Улучшение идет с точки зрения внутри его быстродействия и более корректной работы. Это же касается работы с JSON. Значит, чуть-чуть улучшена работа с дженериками и, опять-таки, улучшена была работа с точки зрения ускорения работы. Быстродействие коснулось memony file. Вот важно, уже не ускорение, это работа с регулярными выражениями. И раньше, если у вас была строчка с UTF каким-то кодом, то она не работала в регулярных выражениях, но теперь это работает. Ну и добавлена новая библиотека Zlib, которая помогает вам использовать более современный код для работы с zip-архивами. Значит, теперь с базами данных. Вообще, знают люди в большинстве случаев, что Delphi – это отличное средство подготовки приложений, работающих с баз данных. И в последнее время мы работаем не только с разными внешними библиотеками, которые очень популярны в мире. Никто не запрещает их использование. Но наша внутренняя библиотека, которую мы представили в XE2, по-моему, она развивается в дальнейшем и обновляется. В частности, потребовало обновление ряд драйеров, которые здесь перечислены. Там расширены возможности и точки входа. Библиотека очень широко использует компоненты batch-режима. То есть, fire-dack-batch-move, batch-dataset, batch-reader и так далее и тому подобное. Для того, чтобы работать с JSON-данными, это нужно для работы с REST-интерфейсами и вообще интернет-интерфейсами. Ну и, соответственно, вот такие вот маленькие какие-то изменения коснулись каждого компонента, который работает с дейтаснапом, REST-интерфейсами и client-дейтасетами. По словам разработчика, в некоторых местах быстродействие за счет этих изменений улучшилось примерно в 10 раз. Пробовать не пробовал, пожалуйста, попробуйте, если кто-то добьется большего быстродействия, будет только хорошо. Значит, теперь дальше. HTTP, REST, Cloud – это то, на что мы сейчас ориентируемся больше всего и будем развивать дальше это направление. Опять-таки, с точки зрения какого-то революционного функционала здесь мало чего добавлено, но с точки зрения оптимизации здесь сделано достаточно много. Компоненты, которые связаны с HTTP-библиотекой, теперь работают корректно с MyM-тайпами. REST-библиотека, опять-таки, для того, чтобы лучше работать с REST-интерфейсами, с правилами, которые заложены в современный REST-API, добавлены новые свойства. Ну и, соответственно, клиенты SWAP и тому подобные используют наработки, сделанные в библиотеке для поддержки HTTP, в том числе работы с HTTPS, ну и работы с разными внешними сториджами, такими как Azure или AWS S2, S3. Значит, кто знает, что такое RAD-сервер? Ага. Ну вот тогда те, кто знают, расскажут тем, кто не знает. Нет, это была шутка. RAD-сервер – это включенный в Enterprise и более старшие редакции, такой уже готовый продукт, который позволяет очень быстро сгенерировать REST-сервера для ваших нужд на основе того Delphi или C++ кода, который у вас уже есть. То есть это расширяемая возможность расширения API, уже готового API, который в RAD-сервер входит по умолчанию своими собственными приложениями, и это делается очень просто. Если рассказывать об этом подробно, почему я спросил, мне потребуется, наверное, часа два, потому что я провожу достаточно много вебинаров по этому поводу, с точки зрения показа и так далее и тому подобное. Значит, суть такая – это готовое средство, готовый сервер, который вы можете уже сразу запускать из коробки, и там есть служебные вызовы, такие, которые отвечают за аутентификацию, управление пользователем, анализ деятельности API, публикацию API, документацию API, разделение доступа, ну и так далее и тому подобное. Такие вещи, которые нужны в любой системе, которая использует REST-сервера, но в то же время их долго разрабатывают. Здесь они уже готовы, они настраиваются, но вы можете добавлять не просто вот эти самые служебные, вы добавляете туда те вызовы, те конечные точки REST-интерфейса, которые нужны для ваших распределенных или веб-приложений. Вот, в частности, Ольга будет рассказывать о том, как делаются легко веб-клиенты, а к чему обращаются веб-клиенты, как раз, как правило, к REST-серверам. И мы на одном из семинаров показывали, как именно с помощью Сенча обращаться к REST-серверу, который прямо тут же был сделан. Вот, естественно, REST-сервер может работать с данными, естественно, он может передавать данные в различных форматах, в частности, это может быть внутренний бинарный формат, это может быть текстовый, это может быть XML, это может быть JSON и так далее и тому подобное. Но, как правило, мы работаем для JSON. И поскольку мы работаем с дейтасетами, то тут очень важно улучшить и ускорить работу с форматом JSON. Тут есть определенное усовершенствование. Значит, опять-таки, они несколько подкапотные, но вот добавлены готовые компоненты. Что такое компоненты? Ну, если кто-то работал с FireDuck, он узнает, что в FireDuck можно написать save to JSON, допустим, to string, формат JSON. И он передаст прямо из дейтасета JSON. Там много служебной информации, которая может не всегда потребоваться. Здесь появился новый компонент, который называется, вот в данном случае, EMS Dataset Resource, который позволяет автоматизировать это дело без написания дополнительного кода. Вообще, RAT-сервер достаточно удобная штука. Он очень просто с помощью вот представленных здесь в квадратных скобках атрибутов назначается на конечные точки и на пути к этим вызовам, в частности, с параметром, без параметров. Вы просто вот пишете такое приложение, которое здесь написано в квадратных скобках, и это означает, что именно эта конечная точка с таким путем без параметров будет обрабатывать ту или иную команду REST, ну, REST-глагол, то, что называется, REST-команду. Если вы при этом в этой команде get, put или что-то еще используете дейтасет, раньше приходилось руками писать через три стримы, как с ними работать. Теперь есть готовые компоненты. Более того, вы можете создавать собственные классы, которым делегировать права на обработку конкретной команды по конкретному пути для конкретной точки кода. Демонстрации, к сожалению, времени не осталось, но я хотел бы сказать несколько вещей по комплектации наших продуктов. Об этом уже говорили. Значит, у нас есть архитекторская редакция, которая всегда была знаменита тем, что в нее входили, помимо RAD-студии, компоненты, связанные с разработкой баз данных. Это ER-студия и DB Power Studio, одни из моих любимых продуктов, которые были в компании Embarcadero. Теперь все немножко поменялось. Теперь вместо него входит, вместо ER-студии и девелопер-студии, входят такие продукты, как AquaFold, AquaData Studio, входит CENCHEXT.js для разработки веб-приложений, ну и, соответственно, RAD-сервер, который можно просто с помощью этой лицензии ставить на много сайтов для поддержки собственных RAD-серверов. Значит, что означает multi-site? Лицензируется потому, если вы свой RAD-сервер в боевом режиме можете поставить на один хост, это single-site. Если этот же самый сервер можете поставить на несколько сайтов, это multi-site. Значит, здесь максимальная практически комплектация, как уже говорил Кирилл, самый выгодный способ приобрести RAD-сервер для боевого использования, это купить архитекторскую редакцию. Значит, что я хотел бы, может быть, показать сейчас, если получится, если хватит времени, что такое AquaFold Data Studio. Значит, чем был знаменит ER-студия, и вообще компания Embarcadero и ER-студия? Это средство моделирования и проектирования баз данных ER-студия, одно из самых востребованных в мире. Ну, как выяснилось, не всегда у нас в России любят заниматься нормальным моделированием и учетом структур корпоративных баз данных. Это уже свойство нашей страны, и поэтому многие люди пользовались другими продуктами, многие люди до сих пор работают на ER-студии. Я пока пытался запустить AquaFold Studio. Значит, AquaFold – это Data Studio. Это что ж такое-то? Вот, это такая вот программа, которая заменяет одновременно DBA Artisan, DBA Optimizer и ER-студия. Насколько хорошо она заменяет, я пока опробовать не успел, но, в принципе, выглядит она неплохо. Прежде всего, вы можете подсоединиться к различным типам серверов. Ну, вот здесь вот у меня я могу завести новый сервер какой-то. Давайте попробуем. Ну, вот смотрите, какой набор серверов она может регистрировать. То есть работать тут с очень многими серверами, большинством реляционных систем, но есть и нереляционные, такие как вот сетевые, такие как откровенные новые SQL, такие как WallDB или MongoDB, ну и так далее, и тому подобное. А это быстро поддерживает? Пока не поддерживает, но процесс идет. То есть, собственно говоря, для чего была куплена Data Studio? Для того, чтобы поддерживать наши собственные продукты. Значит, об этом написано, об этом написано прямо в посте нашего генерального директора, что мы действительно сейчас ведем разработку. Извините, пожалуйста. Значит, интербейс будет поддерживать. Ну, в принципе, огромное количество баз данных, которые можно вполне использовать. Ну, с другой стороны, у меня вот здесь уже есть открытая база данных на MongoDB, уже подцепленная. Ну, вы видите, вот вполне он может видеть те базы данных, которые в сервере подцеплены, коллекции, которые здесь есть. То есть он понимает структуру того, как устроена база данных, и, в принципе, с ней может в дальнейшем как-то работать. Более того, он считывает определенную схему, ну и так далее, и тому подобное. Здесь же встроен ER-моделлер. Я просто сразу буду показывать какую-то структуру. Ну, допустим, generate. Модель какую-то, ну, я не знаю, там, допустим. Она не очень интересная будет, просто потому что тут коллекция не связанная. Ну, вот он создаст новую такую вот базу с коллекциями и так далее, и тому подобное. Вот. Это он умеет делать. Диаграмма открылась тоже. Доказательство того, что все это было сделано. Ну, кроме того, что он умеет делать здесь с этими вещами, у него есть возможность сравнивать модели, какие-то вносить изменения в модели и так далее, и тому подобное. Есть такие возможности, которые вы вполне можете использовать в собственных разработках. Но помимо того, что здесь есть, у него есть возможность, огромная возможность подцеплять собственные скрипты и проводить какую-то автоматизированную анализ и обработку баз данных. Здесь же есть построитель запросов, здесь же есть возможность работы с средствами администраторов для разных баз данных, ну и так далее, и тому подобное. На мой взгляд, достаточно такой мощный продукт, который можно попробовать применить в собственных разработках для того, чтобы работать с большими базами данных. Однако он вряд ли заменит средства для разработчика, такие как, скажем, ну, собственные какие-то системы для работы с... Собственные системы разработчиков баз данных для работы с тем же MySQL и с чем-то еще. Хотя это единое кроссплатформное средство. Ну и, пожалуй, на этом я хотел бы закончить обзор тех возможностей, которые были связаны с базами данных в 10.3. Основные из них – это изменения в интерфейсах и API компонент, связанных с REST и HTTP доступом и очень значительное ускорение работы всех средств, которые работают с базами данных. Спасибо нашему основному разработчику FireDuck. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ